В этом году улучшить ситуацию на Южном Урале удалось за счет сотрудничества Минокологии с крупными предприятиями области. Это совместно предпринятые меры по сокращению выбросов в атмосферу и водоемы, а также озеленение пространств. К 2024 году наши муниципалитеты, ну в первую очередь Челябинск, Магнитогорск, они входят в комплексный план. Мы должны достигнуть показателей чистого города. В Челябинской области единственный регион в стране, который реализует систему мониторинга атмосферного воздуха. В 2022 году количество постов в городе увеличится. Также стартует программа по квотированию выбросу вредных веществ и рекультивации шести крупнейших мусорных полигонов. Я перечислю эти муниципалитеты. Это Златоуст, это Карталы, это Магнитогорск, Троицк, Миас, Верхний Уфалей. Вот там, где нам нужно в рамках нацпроектов завершить рекультивацию. Упор в уходящем и наступающем году также сделано обновление общественного транспорта. Для Челябинска приобрели 157 автобусов и 30 трамваев. Также 10 трамваев отправились в Магнитогорск. Кроме того, Минэкологии готовятся медленно приучать челябинцев к раздельному сбору мусора. Получены субсидии с федерального бюджета на обобретение контейнеров. Для начала эксперимента по раздельному сбору ТКОИ этот эксперимент начался у нас. Участие в эксперименте принимает 8 муниципальных образований региона. Это Челябинск, МИАС, Золотоуз, Снежинская, Песь, Кыштым, Троицкий, Озерск. Губернатор отметил, амбициозные программы по раздельному сбору мусора не имеют смысла без наличия перерабатывающих предприятий. Чтобы создать благоприятную экообстановку, в регионе должно быть налажено повторное использование порядка 50% отходов.